Экзаменационная работа состоит из трёх частей, которые различаются по сложности, содержанию и типам заданий. Определяющим критерием отличия этих частей друг от друга является форма предъявления результата. Первая часть — это задание с выбором ответа. Вторая часть — это задание с кратким ответом. И третья часть — это задание с развернутым ответом. Соответственно, отличаются и способы проверки выполнения этих заданий. Задания первой и второй части проверяются компьютером автоматически. Задание третьей части проверяется экспертом. Итак, давайте поподробнее остановимся на каждой из этих частей. Задание первой части, части А, включает в себя 20 заданий, которые расположены по блокам. Представлены следующие блоки. Первый блок — сюда вошли задания, проверяющие элементы содержания по таким линиям, как человек, общество, познание, духовная сфера. Второй блок — это задание по экономике. Третий блок — задание по социологии. Четвертый и пятый, соответственно, задание по политике и правовой сфере. Какие изменения произошли в этом году по сравнению с предыдущими? Часть А сокращена на два задания. Теперь она составляет 20 заданий. Если говорить о части Б, то здесь тоже произошли изменения. Во-первых, часть Б стала больше. И теперь она включает 8 заданий. Задание Б8 проверяет умение выделять обобщающее понятие среди списка представленных понятий. Произошли изменения и в задании Б2. Это изменение касается прежде всего и формы предъявления результата. Если раньше требовалось найти лишнее слово в списке и записать это слово или словосочетание, то теперь эти слова пронумерованы в списке и требуется выбрать два ответа, выпадающих из этого ряда. Часть С по обществознанию включает 9 заданий. Первое задание — это составное задание, и оно состоит из четырех. Это задания С1 и С4. Школьникам предъявляется неадаптированный источник информации по одной из сфер, изучаемых в курсе обществознания, и к ним четыре вопроса. Задание С3 предполагает использование контекстной информации, опору на личный социальный опыт учащегося и обществоведческую подготовку. То есть это уже задание более высокого уровня, которое требует, соответственно, оттолкнуться от какой-то идеи, которая заложена в тексте, может быть, раскрыть это положение на примерах, проиллюстрировать как-то это положение, или, допустим, предъявить какую-то информацию, которая в контексте рассмотренного в тексте материала. Задание С4 тоже относится к заданиям высокого уровня, и оно требует от школьника, прежде всего, умения применить полученные знания как в изучении курса, так и ту информацию, которая дана в тексте, но применить ее в некой познавательной, специально сконструированной ситуации. Задание С5 проверяет умение выделять смысл понятия и употреблять в контексте предложения, которые раскрывают смысл того или иного понятия. Задание С6 — это задание, которое требует привести примеры, проиллюстрировать, конкретизировать какие-то теоретические положения курса. Задание С7 — это задание-задача, некая дается познавательная ситуация с условием и требованиями, которые ученик, на которые он должен ответить, должен выполнить. Задание С8 — это задание на составление плана. Учащимся предлагается подготовить план некого развернутого ответа. Задание С9 — это альтернативное задание, оно предполагает, что учащиеся должны выбрать одну из шести тем, и формулированных в афористической форме каких-то высказываний, и, соответственно, должны раскрыть этот смысл этой темы, представить свою позицию и убедительно ее аргументировать с опорой как на теоретический, так и на иллюстративный материал. Ну и, конечно же, важный вопрос, как оценивается задание экзаменационной работы. Опять же, напомню вам, что более подробную информацию вы можете посмотреть в спецификации. То есть там действительно описан вес, как мы называем вес каждого задания. А так, задание части А, первой части, оценивается одним баллом. Задание части В, в зависимости от типа задания, от 1 до 2 баллов. Задание части С оценивается от 2 до 5 баллов. Значит, 2-бальными у нас являются задания С1, С2, это два первых задания к тексту. Задание С5 на раскрытие смысла. Значит, остальные задания являются 3-бальными. В этом году 3-бальным стало и задание С8. И задание, самое сложное задание, это альтернативное задание С9, оценивается 5 баллами в соответствии с предложенными критериями. Редактор субтитров А.Семкин